Добрый день, милые дамы и уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я как человек, не вяжущий, а занимающийся рекламой, люблю провести эксперимент, чтобы понять, насколько я правильно формулирую свои задачи и насколько правильно люди меня воспринимают и выполняют ли они то, что я хочу, чтобы они сделали. Я провела эксперимент на примере опроса, что вы положите в посылку с пряжей. Я создала в нашей группе ВКонтакте проекта «Школа машинного вязания» Натальи Некрасовой. Опрос. Любите ли вы получать неожиданные подарки? А если посмотреть на это с другой стороны, представьте себе, что вы продаете пряжу и хотите, чтобы клиент к вам обратился еще раз. Что вы положите бонусом, если вам заказали бобину пряжи для машинного вязания? Бонус должен быть приятным, но не обременительным для вас, ведь прибыль на продаже пряжи составляет 15-25%. Предварительно опросив наших участниц, что им клали в посылку в бонусы, я сделала небольшой коллажик и провела опрос, что же они выберут. И выяснилось, что самое большое количество участников выбирает, что они положили бы хендмейт-бирку. То есть 24% положат хендмейт-бирку. Бирка стоит примерно рубль с чем-то. Человек покупает килограмм пряжи, за 1000 рублей ему дарится бирка. Следующее – это каталог пряжи. Сюда же тоже и я проголосовала, потому что я считаю, что это самый важный предмет, который нужен человеку, если вы хотите, чтобы он заказал у вас пряжу, вы предлагаете ему выбрать по этому каталогу какую-то пряжу еще дополнительно. Ну и дальше уже по мелочам. 10% в 6% какие-то другие мелочи. Я выбрала специально не обременительные вещи, которые стоят недорого. Но самое дешевое – это, конечно, хендмейт-бирка, маркер для вязания, булавочки, крючок для пересадки петель, игла для трикотажа. Ну и символический подарок в виде деликатеса, пряника, либо какого-то продукта местного производства, который как сувенир. Ну и вот видите, как у нас распределились ответы. Также было очень много комментариев под этим постом о том, что все хорошо и нужно для меня лично, кроме шоколада. А я тоже не откажусь от всего вышеперечисленного и так далее. То есть участники даже не поняли, что я спрашиваю, вы как продавец, что положите. Каждый применяет на себя, приятно ли ему будет получить. То есть задание было прочитано абсолютно невнимательно. Но после этого я провела второй опрос, который заключался в том, а какой презент порадует именно вас. То есть не вы, как продавец, положите, а чему вы обрадуетесь, если вы обнаружите в посылке. И те же самые предметы, и тот же самый опрос. Что растопит ваше ледяное сердце, если в вашей посылке окажется презент? И самое большое количество тех, кто голосовал, вот в данном случае проголосовали за каталог пряжи. Не за булавки, не за маркеры, не за какие-то мелочевки. Потому что вы понимаете, что если вы не вяжете спицами, маркер вам не нужен. Если у вас трикотажная булавка уже есть, она вам тоже не нужна. Если вы пять раз заказали пряжу, вам пять булавок трикотажных, то это не нужно. Как видите, здесь уже шоколадка, деликатный из пряник местного производства. Второе место после каталог пряжи, хендмейт бирка и шоколад-пряник местного производства. А, ну еще помпон. На самом деле, когда мы представляем себя с одной стороны экрана, мы думаем одно. Когда мы находимся с другой стороны экрана, мы думаем абсолютно-абсолютно по-другому. Если вы хотите продавать ваши вязаные изделия, либо ставите какую-то другую задачу, то нужно все-таки мыслить, думать, говорить на языке вашего клиента. Думать, что ему хочется, что растопит его ледяное сердце, что заставит его прийти к вам дважды, трижды и совершать покупки не вынужденно, а с удовольствием. И поэтому, когда вы ставите для себя задачу, формулируйте ее четко. Либо если вы читаете, слушаете, видите какой-то вопрос, читайте именно так, как он написан. Не придумывайте, что бы вам хотелось, чтобы как бы вы на этот вопрос ответили. Если задача стоит, как на этот вопрос ответит ваш клиент, то, соответственно, отвечайте, как думает ваш клиент, а не так, как думаете вы, потому что вы с клиентом находитесь по другие стороны экрана. Но это вот такая маленькая зарисовочка, которую я хотела с вами поделиться, потому что она показала, что, во-первых, если вы проводите опрос, то репрезентативные выборки добиться очень-очень тяжело, потому что участники даже просто невнимательно читают это задание. Делайте выводы из того, что вы узнали и старайтесь применять знания предыдущих поколений более качественно. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.